Благодать Божия и человеческое усилие действуют совместно. Поле приносит плоды только тогда, когда Бог благословляет и когда трудимся. Святой Апостол Павел говорит, Духа не угощайте, внушая, что по пришествии благодати Духа мы будем недоступными для лукавого беса. Потому что если никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, тем более никто не может соблюсти веру свою, безопасную и твердую, как только Духом Святым. Но как мы можем привлечь к себе помощь Святого Духа и расположить его пребывать в нас добрыми делами и хорошей жизнью? Как свет светильника поддерживается Илеем, с уничтожением которого и он прекращается и исчезает, так точно и благодать Духа. Когда есть у нас добрые дела и душа орошается великою милостынью, пребывает в нас как огонь, поддерживаемый Илеем, а без нее отступает и удаляется, как это случилось с пятью девами. Так как они после многих трудов и подвигов не запасли на помощь себе человеколюбие, то и не могли удержать в себе духовного дарования, поэтому и были отлучены от брачного чертога и услышали слова, которые тяжелее гиены «Отойдите, не знаю вас». Потому и названы глупыми и справедливо, так как они, преодолев сильнейшие похоти, были побеждены слабейшую. Их падение было следствием одной беспечности. Они были в состоянии украсить разожженную таким пламенем печь похоти, переступить далее пределов и сделать больше заповеданного, потому что девство не есть закон, но предоставлено в воле слушающих, и после этого были побеждены страстью к деньгам. Девство – дело доброе и вышеестественное. Но и это доброе и вышеестественное дело, не будучи соединено с человеколюбием, не может вести даже в преддверии брачного чертога. Посмотри на могущество человеколюбия и силу милостыни. «Детство без милостыни не могло даже довести до преддверия брачного чертога. А милостыня без детства привела питомцев своих с великую славу в царство, уготованное прежде создания мира. Те за то, что не оказались щедрой милостыни, услышали «Отойдите, не зная вас». А эти, напоившие жаждущего и напитавшие алчущего Христа, хотя и не отличались детством, услышали. «Придите, благословенно, Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». И весьма справедливо, потому что действенник и постник полезен только себе, а милостивый есть общая пристань обуреваемых. Избавляет ближних от бедности и удовлетворяет нуждам других. Из добрых дел те, обыкновенно, ценятся выше, которые служат на пользу другим. Подлинно никакой подвиг не может быть великим, если он не приносит пользы другим, говорит Иоанн Златоуст. Аминь.